Это отрезок железной дороги Балакчи-Кочкор-Каракиче. Земляное полотно здесь подготовлено на 4,5 километрах. Уложенные рельсы до конца года завершить планируют 5 километров путей. В Кыргызстане впервые за всю историю независимости строят железную дорогу. Ознакомившись с ходом строительства железной дороги, президент Садыр Джапаров поручил не сбавлять темпы работ, соблюдая при этом требуемые стандарты качества. А это предприятие по производству железнодорожных шпал в Киминском районе только готовится к запуску. В ноябре планируют завершить установку необходимого оборудования, а уже в декабре начать выпуск шпал. Производственная мощность составит 6-8 тысяч штук шпал в месяц. Выпускаемая здесь продукция позволит покрывать потребности внутреннего рынка, включая железную дорогу Балыкчи-Кочкор-Карагиче. И если раньше при ремонте железнодорожных путей поставки велись из-за рубежа, то теперь использовать будут шпалы отечественного производства. А позже предприятие выйдет и на экспорт. Говоря о большой значимости строящейся железной дороги, президент Садыр Джапаров отметил ее социально-экономическое значение для всей страны. Будут соединены северная и южная части Кыргызстана. Будет создан наименее затратный путь при транспортировке угля из месторождения Каракиче для населения и столичной ТЭЦ. А в перспективе железная дорога будет соединена и с магистралью Китай-Кыргызстан-Узбекистан. А это предприятия по производству модульных домов Балыкчи. Они из негорючих, теплосберегающих и экологичных материалов. Дома выдерживают сейсмические нагрузки в 9 баллов. В модуле заложены необходимые коммуникации и внутренняя отделка, а стоимость подобных домов под ключ значительно ниже рыночной. Мощности предприятия также позволяют экспортировать производимые комплектующие. 9 баллов на землетрясение и 400 килограмм отравления воздуха на подробную. Мы еще 2 баллов усилили из дома. И эти дома можно, допустим, в холодных регионах, решили усказать 2 раза, допустим, если слишком холодный. 400 килограмм снегов удерживают лишено квадратный метр у нас. По толпе идет ОСБ. ОСБ. Сверху тоже утикается. И снизу мы в лесной подробную. Отмечая, что это практичное и доступное жилье, глава государства добавил, что его в кратчайшие сроки можно возводить в любой сезон во всех регионах страны, в том числе в труднодоступных районах. Такие дома планируют использовать в качестве служебного жилья для акимов районов, судей и других представителей власти, которых при ротации перевели в другие районы страны.